Здравствуйте, дорогие мои, здравствуйте. Это Парадокс с Игорем Виттолем, микрофон Игорь Виттоль на волнах Финам.фм и телефон нашей студии, как всегда, 6510996, код города 495 или если у вас есть желание набрать что-нибудь на клавиатуре на финам.фм на странице нашей программы. В студии у меня Владимир Яблонский, директор направления социальный проект агентства стратегических инициатив, участник форума в Суздале, с которым мы обсуждаем малый и средний бизнес, ни для кого не секрет, что сегодня день предпринимателя, с которым немногих оставшихся в живых предпринимателей я и поздравляю. Ну а в Суздале, потому что участник форума в Суздале для некоторых звучит как участник Куликовской битвы, на самом деле в Суздале прошел на днях форум по развитию малого и среднего бизнеса и Владимир, как участник этого форума, согласился принять на себя удар и поговорить с нами о том, что происходило на форуме. Ну и вы знаете, что вчера примерно на ту же тему Владимир Путин в Воронеже тоже побывал, встречался с предпринимателями и сказал, что амнистия для бизнесменов очень сырой проект. Обсуждались там еще и защиты отечественного рынка в рамках ВТО и даже доступные кредиты. Обо всем этом мы будем говорить с Владимиром Яблонским. Владимир, добрый день. Если, конечно, этот пасмурный день, начавшийся с грозы, ливня и землетрясения, можно назвать добрым. Добрый день. Ну, я так понимаю, что малый и средний бизнес... Кстати, давайте проведем голосование сейчас. Нет, голосование переведем через несколько минут, когда в студию вернется наш продюсер и запустил голосовалку. Ну, я пока... Владимир, то есть мы можем считать малый и средний бизнес мертвым, вам как кажется? Ну, я думаю, нет, конечно. Да ну? Ну, достаточно проехать по улицам наших городов и... И чтобы убедиться, что он мертв. Чтобы убедиться, что он все-таки как-то существует, потому что количество вывесок зашкаливает. Ну, количество вывесок, может быть, зашкаливает, а я думаю, что помимо того, чтобы просто проехаться по улицам городов... Да, во-первых, город городу рознь, да, например, если проехаться по улицам Ростова-на-Дону, то можно убедиться, или Краснодара, можно убедиться, что малый бизнес гораздо более жив, чем... Да, если проехаться по улицам любого другого города, той же Уфы, например, да, можно убедиться в том, что малого бизнеса в России не существует. И более того, мы же не просто ездим по улицам, мы же разговариваем с бизнесменами. И, в общем, поскольку нам недавно президент запретил ругаться матом в эфире, я не буду вам рассказывать, вы сами прекрасно знаете, что говорят бизнесмены. К тому же, вы тоже были предпринимателем, насколько я помню, вы тоже понимаете, что малый и средний бизнес в стране, если и существует, то не за, вопреки. Голосовал, кстати, у нас готово, 55.33, короткий номер, русская буква А, если вы считаете, что малый и средний бизнес в стране мертвы, 55.33, русская буква Б, если вы считаете, что живы. Еще раз, А, русская буква, на короткий номер 55.33, если малый бизнес и средний в стране мертвы, 55.33, Б, если живы. Итак, Владимир. Ну, при всем уважении к вашему голосованию, конечно, мне кажется, так ставить вопрос немножко сложно. Там мертв, малый и средний бизнес или жив. Ну, скорее всего, да, или скорее мертвы. Конечно, что-то происходит, и количество вновь возникающих предприятий, количество, ну, и действительно, и вывесок, и разной предпринимательской активности, мне кажется, так или иначе растет. Другой вопрос, что те люди, которые имеют мотивацию стать предпринимателями, имеют мотивацию от какого-то уже одного работающего бизнеса или предприятия пойти дальше, сделать два, сделать три, пойти в другие регионы, это действительно сложнее. Это, кстати, было одной из целей, которая была поставлена при создании агентств стратегических инициатив, которые я представляю, именно поддерживать тех лидеров среднего бизнеса, ну, и малого, которые уже что-то сделали и готовы идти дальше. То есть, ну, там, пример, мы в прошлый раз с вами обсуждали, те же частные детские сады. Человек делает один садик, в принципе, конечно, вот, ну, это фактически малый бизнес, иногда это самозанятость, если это небольшой, иногда там, может быть, 10-15-20 человек работающих. Но многие из них, вот мы тоже ездили по регионам, видели уже открытые, в том числе предпринимателями 2-3 сада, они говорят, мы готовы еще 10 сделать. Ну, вот, не хватает муниципального заказа, не хватает внимания со стороны региональной власти, не то, чтобы даже какого-то внимания, скорее, практики исполнения тех федеральных законов и решений, которые уже существуют. То есть, где-то на уровне регионов зачастую просто компетенция для того, чтобы помогать малому бизнесу недостаточно. Вот я сейчас приехал. Валерий, я перебью, ладно, тут возникает же вопрос, да, я буквально там позавчера летал в один из городов, и в аэропорту ко мне подошел человек, который там узнал меня, говорит, вот, можно с вами поговорить. Начал рассказывать как раз свою историю, у него там разные предприятия, в том числе и детский сад. Говорит, так никому ничего не надо. Я говорю, подожди, подожди, а в Иркутске, я говорю, объясни мне, пожалуйста, вот, в каких отраслях государство должно помогать, а в каких не должно помогать. Зачем это государство, то есть ты какую социальную задачу решаешь? Частный детский сад, ну, замечательно, ты, как бы, зарабатываешь на нем деньги. Да, и тут, конечно, можно говорить, там, с моей точки зрения, о чем? О дорогой аренде, о том, что безумное подключение к электричеству, огромное количество налогов, бюрократия проверки. Мы сейчас очень широко пойдем, вот, просто вы начали говорить про форум, да, который был несколько дней назад в Суздале, Владимирской области. Кстати, Володь, вот много проголосовавших стопроцентно все говорят, что малый бизнес мертв. Я проголосовавших много, напоминаю, 55-33, а если мертв, 55-33, а если нет? Как раз в рамках этого форума у нас больше половины дискуссии было посвящено тематике социального предпринимательства, то есть предпринимательства, ориентированного на решение острых социальных задач, на создание тех же детских садов, на те или иные социальные проблемы. Действительно, термин этот неопределенный, вот мы там проводили опрос, плит на секции, которую я вел, на пленарной сессии, обсуждая как раз, что такое социальные предприниматели. Просто есть довольно интересная цифра, например, в Великобритании на сегодня есть отдельный вид предприятий, как социальные предприниматели, и каждый третий стартап, бизнес-стартап сегодня в Великобритании, это вот как раз социальные предприниматели, они 5% ВВП вообще закрывают уже, это довольно много. И здесь есть гигантский потенциал для роста, для развития... А что такое социальные предприниматели? То есть люди в нашей стране, они какие социальные задачи решают? У нас, я думаю, что социальных задач, которые нужно решать, довольно много. Здесь как бы не о чем говорить, потому что это очевидно. Та же очередь, детские сады, те же доступности услуг здравоохранения, забота о пожилых людях, о инвалидах, о детях, там, доступности детских и так далее. Вот это интересный вопрос, потому что на сегодня действительно законодательного определения, что такое социальное предпринимательство, у нас не существует. Вот буквально вчера мы с коллегами из Минэкономики обсуждали, как бы на какой закон можно придумать и вставить формулировку, хотя бы начать эту работу. В принципе, уже идет работа над законом социального предпринимательства отдельно. Ну вот мы для себя в рамках форума, довольно долго обсуждая эту тематику, выявили такие примерно шесть критериев, которые могли бы описывать социальное предпринимательство. Ну, во-первых, это, вот для меня это самое важное, это мотивация человека, который делает это. Если мотивация, конечно, получение максимальной прибыли, ну, наверное, можно по-разному открывать детские сады. Для того, чтобы зашивать, так скажем, деньги, или для того, чтобы делать реальную инновационную услугу. У нас есть садики по системе Монте-Сори, известные, французская, да. Совершенно другие садики. Второй момент это развитие... Она, по-моему, итальянская все-таки. Ну, неважно. Возможно, путаю. Значит, второй момент это развитие территории, вот там, где ты живешь. У нас был, ну, давайте я договорю уже этот список. Значит, острая социальная проблема, та же очередь в детский сад. Я вижу много дозвонившихся, ребят, пожалуйста, не вешайте трубку, мы сейчас вот договорим с Владимиром, и во второй части обязательно вас подключим. Предпринимательство. В любом случае, это предпринимательская деятельность. То есть, это как минимум окупаемая деятельность. Это не благотворительность и не гранты. Должна быть измеряемая социальная цель. Если мы говорим о предпринимательстве, мы строим бизнес-план, мы должны понимать, куда мы придем. Какой объем услуги мы окажем. Я же человек простой, мне на пальцах, ладно? Вот детский сад, да? Существует очередь в детские сады. Допустим, в муниципальные детские сады существует очередь. Я предприниматель Вася Пупкин или Игорь Виталь открываю детский сад. Я беру там с людей деньги. Ну, как говорят в Израиле, Мазалтов, поздравляю, чё? Я зарабатываю на этом деньги, наверное, зарабатываю неплохие деньги. Где здесь возникает? То есть, какую государственную функцию я решаю для того, чтобы государство мне должно помогать? Уменьшая очередь в детские сады. Государство сегодня, например, строит детский сад, тратит в среднем миллион на строительство одного места для ребенка. То есть, если вы как предприниматель... Снимаете государство эту нагрузку. Момент. Вы построите, пожалуйста, детский сад один за свои деньги. Вам это обойдется, скажем, в 200 или 250 миллионов рублей, если это большой детский сад. Если там меньше, ну, можете посчитать. Насколько я знаю, вот сейчас детские сады, которые существуют, коммерческие, они в основном существуют в помещениях и в рамках тех же государственных муниципальных детских садов. Просто как бы там открывается коммерческое отделение. Нет, такого практически нет. Да ладно. В Москве походить потыкать? Могу показать. С удовольствием. Да. А закрывать будете, что ли? Нет, тогда не это самое. Те предприниматели, с которыми мы сталкиваемся, мы довольно часто, так же, как и вы, ездим по регионам, чаще всего это либо арендованные квартиры, совсем небольшие частные детские садики, надомные, так мы их называем. Либо это первый этаж жилых зданий. Ну, т.е. не они построили, они арендуют. Я видел несколько садиков, которые предприниматели строили, найдя деньги для строительства, но это реально большие инвестиции. Государство себе это может позволить, малый бизнес, средний. А почему государство не может взять на себя аренду квартир? Я просто не понимаю, зачем государству помогать определенным. Т.е. я понимаю, зачем некоторые категории предпринимателей. И более того, я понимаю, что поддерживая малый и средний бизнес, государство взращивает в себе новые налоговые поступления. И лучше как бы здесь ему помочь, чтобы потом эту корову вырастить и можно было по-человечески доить. Это я понимаю. Мы вот считали, что давайте просто сравним. Построить один сад на 200 детей, потратить там, скажем, 220 миллионов рублей на это, плюс еще туда надо нанять персонал, его надо вообще-то обучить где-то в педвузах, то есть это все тоже. И плюс эксплуатировать. Или поддержать частные садики на тех же первых этажах. Второе в десятки раз дешевле. Поддержать даже не обязательно капитальными вложениями, а поддержать просто субсидированием услуги, чтобы родитель мог не платить там 15 тысяч рублей за этот коммерческий садик, а платить 7 тысяч рублей или 3 тысячи рублей. И ситуация была конкурентна, потому что ровно так же мы поддерживаем государственное. После выпуска новостей, если не возражаете, Владимир, буквально через несколько минут. Ну что, возвращаемся в студию, напоминаю, что с Владимиром Яблонским мы говорим о малом бизнесе. Сейчас, Владимир, к детским садам вернемся, просто масса писем, масса звонков. Давайте послушаем нас на первой линии с Шамиль. Шамиль, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Шамиль зовут. Я уже говорил, что этот самый... Приемничек только, пожалуйста, отключите, потому что фонит очень. А, я начинающий предприниматель, скажем так, да, но прежде чем начать, я где-то лет пять готовился, вот собирал информацию о том, о сём, и я вам хочу сказать вот, что кто из вас сказал, что бизнес малый существует вопреки, и... Это я сказал, да. Совершенно с вами согласен, но поскольку он существует, и наверняка будет существовать так или иначе, я вам вот что хочу сказать, что в наших современных условиях можно существовать только, ну и не то чтобы только, но в основном нарушая закон. Вот, я, допустим, обращался в банк для получения кредита, допустим, да, для развития бизнеса, мне ни в одном банке не одобрили кредит, вот, а мой, как бы, товарищ, он там немножко поделал документы и совершенно спокойно получил кредит. Имя, фамилия, товарищ, а адрес? Зачем? Как зачем? Ну, мы же боремся с коррупцией? Нет, я вам хочу сказать, что... Ну, все малые бизнесмены, все жалуются на засилие коррупции, при этом сами коррупционируют всех, чужие. Я вам могу сказать, что в сфере общения, да, даже вот я вот общаюсь с людьми, мало знакомыми или только знакомыми, они без стеснения, без особого какого-то там, да, страха, что их там посадят за какие-то там их незначительные... За такие пустяки. Да, в ихнем плане это пустяки. И я вот-вот, что вам хочу сказать, что вот наше государство, там, ну, в лице правительства, там, президента, там, потом специально такие условия создали, чтобы, как бы, сказать, заткнуть рот, так, грубо говоря, да, чтобы вот, мало, бизнес, там, не особо, как бы, реплос, то есть мы воруем, и вам даем воровать, как бы, вот, в таком плане. Спасибо, Шамин. Спасибо, Шамин. Спросите, пожалуйста, гостя, пишет Константин, чем закончилось ноу-хау Путина 2008 года, 53 тысячи рублей на открытие бизнеса. Сколько ушло на это денег, и что в итоге? Пусть немного отчитается о том, что можно пощупать и проверить. Я сразу все зачитаю, Володь, ладно? Давайте поговорим о частных школах и частных вузах и больницах. Порадуемся, что все стало платным, но причем здесь малый бизнес. Следующий вопрос. Ай, потерял пока. Ну, пока отвечаем на эти, да. А, нет, вот, вот он. Для начала за государство нужно заставить проверяльщиков работать, а не штрафовать. Пусть каждое ведомство по запросу предпринимателей организации выдает исчерпывающий разумный список того, что требуется выполнить. Чтобы не было возможных выдуманий и притягиваний за уши СНИПов, Санкинов, совершенно невыполнимых. Давайте с этого и начнем. Потому что не хотелось бы нашу беседу, скорее, экспертную превращать в какое-нибудь политическое ток-шоу. Можно бесконечно обсуждать. Почему тут политическое ток-шоу? Ну, отрисуюсь вот к первому вопросу. Но даже если выбросить из этого, что в этом виноватый президент или принтер, ну так оно и есть. Мы можем бесконечно обсуждать там мертвый, малый бизнес. Я вот приехал сюда сейчас из Минэкономики, там обсуждали выделение субсидий регионам. Заявки как раз конкурсной комиссии на поддержку социально ориентированных НКО. То есть, ну, фактически малого бизнеса, который тоже социальные услуги оказывает. Вот, к счастью, в этом году практически в два раза больше заявок от регионов, чем было в прошлом. Потихоньку ситуация раскачивается. Федеральная власть что-то делает. Идет какой-то процесс. Давайте им пользоваться теми субсидиями, теми возможностями, которые есть. Поэтому, если говорить здесь более конкретно, то адресуюсь уже к последнему вопросу. Знаете, было поручение несколько лет назад о том, чтобы все ведомства вообще-то поддерживали, те, у которых есть, например, бюджетные сети учреждений, как то школа, поликлиник, Министерство здравоохранения, образование, социальные защиты. Поддерживали малый бизнес и средний, который в этих отраслях работает. Вот, де-факто, к сожалению, этого не происходит на сегодня. Для Министерства образования, например, оказывается, что частные школы или частные детские сады, это как бы не их. И поэтому, когда возникают вопросы с анпинами, когда возникают вопросы с теми другими техническими регламентами, с мерами поддержки, это как бы для них неестественно. Хотя это было прямо поручено. И президент несколько раз говорил в своей предвыборной программе о том, что должны быть созданы равные условия. Если предприниматель, если человек хочет начать инвестировать, в том числе свои деньги, делать детский сад, школу, что угодно, а медицинский центр, мне кажется, это нормально и естественно. Но вот наша государственная система на сегодня просто, может быть, в силу исторических моментов, она не приспособлена к тому, чтобы поддерживать малый и средний бизнес. И поэтому люди просто подвисают, не знают, куда обращаться. Система не работает, даже если сверху импульсы, даже деньги, скажем, в виде субсидии идут. И вот здесь надо что-то менять. Я думаю, это основное. И это касается в очень сильной степени муниципалитетов, потому что, если говорить о муниципальном уровне, то, в принципе, там любой малый бизнес, это уже социальный бизнес. Пекарня — это социальный бизнес. Понятно, что объем налогов или количество занятых, созданных рабочих мест может быть не так высоко. Любой предприниматель, который что-то готов сделать, имеет на это смелость, сила, уже должен быть поддержан. И может быть, там, по какой-то отдельной, действительно, программе социальной направленности. — Послушаем, друзья. Слушатель Владимир Игорь, здравствуйте. — Здравствуйте. — Здравствуйте. Только говорите, пожалуйста, громче, очень плохо вас слышно. — Здравствуйте. И все-таки хотелось бы вопрос. — Угу. — Куда же все-таки обращаться? — Вот смотрите. Значит, санпины у нас устаревшие, значит, не выполняют требования президента по, значит, применению этих санпинов предпринимателям, либо еще что-то санпины, там, с 72-го года, с 88-го года. Человек пытается открыться, он не знает правил. Он просто не знает правил. Алло. — Да-да, я слушаю вас. — Он не знает условий, то есть он начинает работать, он там пытается что-то выполнять, приходят проверяльщики и говорят, вот тут ты нарушил, тут ты нарушил, тут ты нарушил, штраф тебе. Разоряют фактически разорительные штрафы, убивательный бизнес. Далее. Значит, ага, вот мы слышим, что президент-то дал задание и не выполняются условия, так куда же обращаться человеку, и мы вот сюда вот, его же обвешили штрафами, что же ему делать? Суды, я не знаю, суды на его сторону не встали. Далее. Значит, как ему быть человеку? Вот, значит, он не может выполнить условия, то есть он не знает правил. Ну, допустим, вот все эти правила заставить проверяльщиков изначально эти правила напечатать большими буквами в газетах, что вот для открытия детского сада потребуется то-то и то-то и то-то, только вменяемо и разумно. И люди начнут отколаться. То есть вся у нас проблема в государстве, что нет четких правил для бизнеса. Согласен, согласен, Игорь, сейчас, причем, ответим еще одного человека, послушаем, Илья, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я вот тут поконкретнее. Вот у меня рядом с домом есть дом пионерки Фортова, да? Что у вас есть? И с этого года финансирование... Фортова? Просто, да, сняли финансирование. То есть, если раньше я платил по 600 рублей в год, а остальное доплачивало государство за какие-то кружок, за кружки, то сейчас это будет 3,5 тысячи в месяц. Ну, давайте я попробую ответить, а то не запомнить столько вопросов сразу. Да, хорошо, спасибо, Илья, сейчас ответит. Значит, давайте начнем, может быть, с первого все-таки. Вы знаете, вот к нам довольно много в агентство стратегических инициатив приходят проектов, и сотни в месяц, и многие из них, естественно, ищут финансирование. Вот, ну, я, может быть, немножко резко покажу, но из моего опыта, если ты предприниматель, ты хочешь делать бизнес, и ты не можешь там четко сформулировать бизнес-план, не можешь сам, ну, хотя бы выйти или приблизиться к получению финансирования, может быть, и не надо бизнесом заниматься. Можно я сейчас мешать? Это не совсем так. Ну, банковский... Свою точку зрения. Конечно, кредит не всегда легко получить. Дело не в том, что легко его не легко. Любые банковские ставки, да, они по природе своей в нашей стране, к сожалению, таковы, что обслуживание кредита уже само по себе становится зачастую непосильной ношей. Ну, хорошо, что мы с вами здесь сейчас решим, кроме того, что мы это констатируем? Потому что государство может сделать доступ к длинным дешевым деньгам. Наверное, может. Ну, давайте начнем, вот, я хочу ответить на вопрос заданный. Значит, наш коллега-слушатель сказал, что нет информации. Есть информация. Ее вполне достаточно. Зайдите в интернет, сейчас информация. Ну, санпины там, насчет 1972 года здесь тоже нельзя не согласиться. За последние три года только три или четыре раза по детским садам меняли санпины. И вот буквально недавно договорились с Онищенко. Очень хорошее решение он принял, что сделать отдельные санпины для государственных стадов, для небольших частных и для больших частных, ну, потому что есть своя специфика. И тем самым, потому что очень несколько лет пытались найти вариант, который бы всех устроил. А это сложно, потому что они разные, в разных моделях хозяйственных функционируют. И вот сейчас такая работа идет, и на самом деле там довольно быстро все двигается. И эта информация вся есть доступна. Куда прийти предпринимателю? Ну, нельзя сказать, что все идеально, но вот тоже довольно много езжу по региону. В целом, в ряде регионов очень активно работают те министерства региональной экономики, которые предприниматели поддерживают, создают агентство профильное. Это касается и малого бизнеса. И получить там информацию, но никакой принципиальной сложности не составляет. По тем же детским садам есть готовые санпины. А можно сделать вот книгу предпринимателя, где по всем видам бизнеса будут уже пропечатаны, да, некие правила игры, те же санпины, и меняться не будут. Потому что, вы сами говорите, за последние два года они поменялись трижды. Приходят предприниматели, говорят, комиссия предпринимателя... Зайдите на сайт, посмотрите эти санпины, в чем проблема. Это ваш бизнес, вы хотите открыть бизнес, это ваша ответственность. Я понимаю, но... Почему мы все время говорим, что государство должно сделать все это, 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 это? Нет, подожди, государство вообще никому ничего не должно. Оно должно просто сделать так, чтобы правила игры не менялись, во-первых. А во-вторых, государство должно, если мы... Агентство стратегических инициатив, да? Если у государства есть стратегическое видение того, что государство хочет от своей страны... Ну, например, государство хочет, чтобы в стране расцвело малое предпринимательство. Или наоборот, не хочет. Или хочет, но только в определенных отраслях. Государство раз и навсегда должно для себя принять вот эти вот условия и работать по этим правилам. Нам нужны детские сады, школы и больницы, малое предпринимательство, а все остальное нам, как бы, мягко говоря, по одному месту. Хорошо, мы поддерживаем только эти направления. Как поддерживаем? Или субсидированием процентной ставкой, или льготной арендой. Но просто уже примите и не меняйте правила игры. Ну, это, с одной стороны, верно, с другой стороны, нет. Хотя бы потому, что мир сложно устроен и быстро меняется. И макроэкономическая обстановка, но есть и другое. Если, например, говорить о социальной сфере, вот этих же, там, больницах, детских садах, то у нас просто, ну, мы до сих пор живем в наследии нашей советской власти. У нас вся система социального обеспечения, на которую уходит, там, до 70% бюджета и в богатых регионах, и в бедных регионах, она советская. По сути, это бюджетное учреждение. И вот, кстати, хочу ответить на второй вопрос, про, что слушатель задал, про Центр Влефорта дополнительного образования. Значит, у нас астрономический бюджет, например, в Департаменте образования правительства Москвы, там, 250 или 70 миллиардов рублей. Там тысячи учреждений. Каким образом принимаются решения о том, что это учреждение поддержать и, фактически, дать, соответственно, родителям возможность получать там услугу или не получить, вообще непонятно. После выпуска новостей, если же, через минуту. Ну, что ж, мы возвращаемся в студию. Напомню, что это продукт с Игорем Витремовым. В гостях у меня Владимир Яблонский, директор направления социальных проектов Агентства стратегических инициатив. Простите, пожалуйста, беседуем о малом бизнесе. Напомню, 5533, короткий номер, русская буква А. Если вы считаете, что малый бизнес мертв, а так, пока считают 100% проголосовавших. 5533, русская буква Б, если вы считаете, что нет. Или звоните в студию 6510996, код города 495, либо на нашем сайте финам.фм, на странице нашей программы «Парадокс». Возвращаемся, Владимир. Так вот, я на секунду, мы сейчас говорим о том, как правительство Москвы или вообще государство решает, кого поддерживать, а кого нет. Но у меня возникает вопрос. Мне известно, как решать. Есть бюджетное учреждение, да, то есть государство считает, нам нужно вот некое дополнительное образование, там, дворцы пионеров и школьников, где бы дети, вы не классные, подростки, вы в не школьное время занимались бы чем угодно. Химией, авиамоделированием, как это было в наше время, шахматами. То есть мы решаем, что нужно поддерживать. С другой стороны, я, условный игривитель, открываю сегодня условный дворец, ну, не пионеров и школьников, там, кто у нас теперь, бойскалты какие-нибудь условные, да, и говорю, ребят, приходите ко мне, у меня эти кружки есть. У вас точно получится с бойскалтами? Ну, я бы попросил без грязных намеков. Но дело не в этом. Значит, я беру с этих родителей те же самые 3000 рублей. Вот почему меня государство вообще должно поддерживать. Я зарабатываю на этом деньги. Я, конечно, решаю определенные функции для государства. Допустим, у государства не хватает сейчас образовательных. Давайте разделим. Здесь есть два момента. Значит, во-первых, у нас за счет наших с вами налогов довольно большие, я бы сказал, грандиозные деньги направляются на поддержку бюджетных учреждений, которые оказывают какие-то услуги. Они оказывают услуги здравоохранения. Ну, какой процент из нас ходит в платные клиники, потому что там не хочет стоять в очереди, потому что непонятно к какому врачу попадешь, потому что невозможно получить вовремя. В бесплатные клиники вы имели в виду? В бесплатные. Да. Нет, ну, люди идут в платные. Естественно, да. Потому что, ну, вот у меня возникла ситуация буквально с родственниками на днях. Ну, пошли сегодня, значит, в платную клинику, потому что когда там обследование можно будет делать по бесплатной линии, совершенно даже непонятно, как это предположить. То же самое с тем же дополнительным образованием. Чему там учат, во что вкладывать. А ведь надо готовить педагогов, надо покупать оборудование, надо ремонтировать здания. Это грандиозная машина. Никакой обратной связи, по большому счету, но объективной обратной связи, чтобы оценить, как это работает, ее же нет. Нет. У нас было тоже поручение президента о создании независимой системы оценки работы социальных учреждений, их независимых рейтингов. Вышло постановление правительства 30 марта, по-моему. Ну, как бы, я пока не понимаю, что, похоже, ничего не происходит. Если говорить о частном секторе, то здесь вопрос другой. Вопрос в том, что люди готовы инвестировать. Вот мы вчера буквально проводили пресс-конференцию в Комсомольской правде. В начале августа откроется в Москве гигантский детский профориентационный центр. Москва-Сити, 6000 метров. Это проект, который поддержал Владимир Владимирович в наблюдательном совете нашего агентства. Центр Мастерславль. Такой центр в следующем году и в Питере откроется. Можно будет прийти с детьми. Дети могут попробовать себя в банке, там, в пожарной части. В следственном комитете даже будет такой вид профориентации, как ни странно. Ну да, все по-нашему. Около 10 миллионов евро вложения бизнеса здесь. Ну, почему город не может хотя бы датировать билеты, скажем, для социально незащищенных детей? Это другая история. Не вкладывая ни копейки в строительство. Вот у нас просто радиослушатели наши возмущаются, что передача о детских садах или о малом бизнесе. Хотят поговорить о конкретике любого малого бизнеса. Давайте поймем, что должно сделать государство, если оно должно вообще, для того, чтобы поддержать малый бизнес. Если государство действительно одной из целей своего развития стратегических, видит развитие малого и среднего бизнеса в стране. Что конкретно должно сделать государство? Льготные аренды, субсидии. Неважно, социальные сейчас или не социальные. Льготные аренды, субсидирование ставок, убрать все бюрократические барьеры, жестко бороться с проверяющими от различных организаций. Вот просто президент говорит сегодня, все, ребят, хана, узнай о том, что приходит санэпидстанция пожарники не по делу, а просто так и грабят. Ну, значит, будем... Ну, это может быть и разумно, но звучит довольно абстрактно, где границы. Так же, как сомнистия для предпринимателей. Идея может быть и хорошая, но нужно все-таки четко понять, что и кто и куда. Может быть, это, конечно, плохо, что часто приходят проверяющие санпинами, но если мы говорим о тех же учреждениях для детей или пожилых, ну, в общем, это и здоровье людей. Давайте, конечно, дадим предпринимателям возможность делать что угодно, но кто потом отвечать будет за жизнь и здоровье детей и взрослых людей. Поэтому здесь должен быть разумный баланс. Мне кажется, что самое неэффективное звено здесь — это муниципалитеты. Это наши города, это конкретные поселки, муниципалитеты, потому что сегодня все-таки для них не приоритет малый бизнес. Понятно, как они живут чаще всего в мегаполисе. Действительно, в случае Москвы, Санкт-Петербурга за гигантскими бюджетами можно просто деньгами пытаться залить любую проблему. Там, открыть еще 10 бюджетных школ или построить там 10 дворцов пионеров. Глядишь, там люди будут довольны. В случае малых, средних городов просто денег нет и вектор на это нет. Нам кажется, что вот потому что мы обсуждали на форуме, создали несколько дней назад, несколько вещей нужно сделать. Ну, действительно, это льготная аренда, может быть, своего рода социальная аренда. В этом году у нас есть поручение президента, мы в октябре должны вынести к нему дорожную карту по развитию доступа бизнеса и некоммерческого сектора к социальным услугам. Это такой план-график тех или иных нормативных мер, которые потом правительство, другие органы будут делать для того, чтобы вот этот вопрос решить. И то, что касается социальной аренды, я думаю, это будет одна из первых тем, которые мы там затронем. Потому что сколько мы не сталкивались с тем или иными примерами проектов и социальной направленности, не только социальной. Конечно, если люди работают в белую и платят налоги, аренда слишком существенный фактор для открытия этих бизнесов. Ну вот, возвращаясь к идее с муниципалитетами, я один пример хочу привести. Прекрасный город Коломна, от Москвы недалеко можно доехать. Пастила вкусная. Кремль. Пастила. Значит, предприниматель Наталья Никитина несколько лет открыла музейную фабрику пастилы. Сейчас у нее уже, по-моему, там пять музейных объектов. То есть я случайно угадал просто? Вы не угадали. Там предприниматель восстановила промысел, который существовал еще до царских времен. Восстановила рецепты, создала один музей, потом второй музей, третий музей. Сейчас фактически там целый музейный кластер. В силу того, что там просто больше ничего нет, там еще остатки Кремля есть, прекрасные церкви, но там нет туристической инфраструктуры. Вот этот конкретный предприниматель, в том числе, получая кредиты и окупаясь, получая гранты, в том числе от зарубежных организаций. То есть там они с разных точек зрения. То есть она теперь иностранный агент. Она не НКО. Она предприниматель, да. Значит, она фактически создала новые туристические объекты. Но одна из, я думаю, что половина туристов, которые сейчас едут в Коломну, как минимум едет именно по поводу этой пастилы. Но это повод для того, чтобы город ей помог. Ну, город пытается помогать, но там даже нет отдела, который занимается туризмом в администрации. Нет там туризма вообще. Коломни. Коломни, да. О, как интересно. Вот так. Поэтому с нашей точки зрения было бы правильно. Это может быть не претензия к администрации. Хотя, конечно, хотелось, чтобы они делали больше. Но если не делают администрацию, давайте бизнесу отдадим возможность тогда планировать развитие там туристической инфраструктуры. Причем на федеральном уровне есть довольно много денег на сегодня, там в Ростуризме, насколько я знаю, невостребованных, которые могут быть на это направлены. Был бы проект вменяем. Вы их получить пробовали? Но кто когда получал бюджетные деньги? Бюджетные деньги, это вот просто так их получить практически невозможно. Ни на какой проект. Или это откат, либо это просто доступ какой-то личный, когда можно договориться. И по поводу, да, она вот берет кредит и окупается. Вот тот же нам радиослушатель пишет, что если ИП, то двух поручителей 15% годовых можно получить. А ежели в банке, да, можно получить это не ИП, то это 30 плюс страховка. Ну, 30 не 30, но, в общем, да, там 20 с лишним процентов бывает, плюс страховка. Ну, какой бизнес может нести 25% на кредит, если не считать еще других поборов? Сейчас просто вот еще радиослушатели тут уже давно висят на линии, послушаем все-таки. Игорь, здравствуйте. Добрый день. Да, добрый день. Да, здравствуйте. Ну, я предприниматель легкой промышленности, но у нас самая главная проблема, людей не хватает. И сейчас еще мигрантам хотят какие-то препятствия еще много сделать. А, то есть теперь мигранты. Вот это чем бороться? Понятно, спасибо. Любопытный вопрос. Илья, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот такой вопрос. А может быть не помогать бизнесу, а просто немножечко приезжать к корпорации? То есть и сетевые магазины и так далее. То есть наоборот, как бы там увеличить налоговую нагрузку, а не впрямую раздавать деньги предпринимателям. Понял. Ну, на самом деле, спасибо, Илья. Я могу сам ответить на этот вопрос. В общем-то, крупные сети, они к себе могут позволить держать цены на достаточно низком уровне, если к ним относиться, как к социальному проекту. Наверное, социально значимый товар. Мне такой подход не очень понятен. Вот мы на форуме обсуждали, там другая проблема, что сети фактически, фактически торгуя, например, в конкретном городе, ну, там, в Муроме, например, да, той же Владимирской области, они людей на работу оформляют во Владимире. И, соответственно, объем налогов, которые платит эта сеть в этом конкретном муниципалитете, оказывается намного меньше по сравнению, скажем, с местной какой-то небольшой сетью, да. Тем самым это где-то обескравливает бюджет муниципальный, а из него как раз детские сады, из него и все остальное, да, то есть те или иные социальные услуги. И фактически сети за счет, ну, действия, в принципе, в рамках законов, но, наверное, не совсем все-таки совершенно, они не дают возможность малому бизнесу, среднему бизнесу, который локально возник на территории, развиваться дальше. И вот здесь вот надо смотреть, но это довольно сложная тема, конечно, для обсуждения. Мне кажется, что держать социальные цены, ну, это мы опять куда-то в сторону там социализма начинаем двигаться. Давайте мы цены будем регулировать. Наверное, цены все-таки должен регулировать рынок. Здесь вопрос, как поддержать предпринимателей. Кредиты, да, это одна из тем, но, действительно, вот вы говорили, что невозможно ничего получить там без отката, без того, без всего. Я не говорю, что невозможно, практически невозможно. Нет, либо это знакомство просто вот там у меня, знакомый в бюджетной сфере. Вот то, что я вижу, например, и то, что знаю с точки зрения субсидий, которые идут там с федерального уровня по программе поддержки малого и среднего бизнеса, это около 23 миллиарда в год, которые потом уходят на регионы, уходят предпринимателям. Ну, как бы я не видел жалоб, в том числе от тех предпринимателей, которые к нам приходят проектами, что кто-то там требовал региональное министерство экономики с них за эту субсидию какие-то возможности. Но жалуются, это вовсе не значит, что этого нет. Ну, наверное, в каком-то виде это происходит, но я думаю, что нашим федеральным да региональным ведомствам просто, наверное, нужно плотнее работать журналистами, больше заниматься и пиаром, и информационной работой. Люди действительно не знают, что они делают. И главное, что плохое сразу выплывает, а хорошее не выплывает никогда на поверхность. Ну, мы знаем, что плавает по поверхности воды, поэтому, в общем-то, это вполне понятно. Если мы этого не видим, это не значит, что этого нет. Ну, вот это не значит, что нет хорошего. Я не говорю, что нет хорошего, но его намного меньше. Так бывает всегда. И, Владимир, я же не говорю, я в отличие там от предыдущих радиослушателей, которые звонили, я вовсе не считаю, что там конкретно Путин и Медведев лично душат малый бизнес, да? Хотя, в общем, благими намерениями их, так же, как и любыми другими благими намерениями, известно, куда дорога выслана. Но при этом я понимаю, что это происходит даже не на уровне региональном, да? Это происходит на уровне конкретных мелких чиновников, которые воровали, воруют и будут воровать. И если где-то есть возможность заработать, гаишник, пожарник, санэпидстанция, кто угодно, они всегда будут наживаться, пока эта ситуация не будет сломлена. И, как сказал вот тут Шамиль, по-моему, звонил, говорил, что без взятки не получает банк. Да, и в банках в зависимости, вот, я не хотел бы сейчас там вспоминать историю с Росбанком, пока там суд не закончился. Но я поговорил с рядом своих банкиров, они говорят, нормальная практика, что? Даже предправление этим грешит. Ну, вот так вот система построена, потому что невозможно... Ну, что надо сделать, чтобы ее изменить? Ну, во-первых, государство должно... Опять-таки, я оговорюсь, если должно, если государство считает, что ему нужен был бизнес, государство должно на себе взять заботу, допустим, о субсидировании процентной ставки. Либо открыть доступ. У нас вполне в государстве есть достаточное количество денег, чтобы сделать доступными кредиты для определенных категорий малого бизнеса. Это первое. Второе. Жестко пресечь всю коррупционную бюрократическую составляющую, которая не позволяет развиваться. Это вот минимум два шага, которые государство обязано сделать для того, если оно хочет, чтобы малый бизнес вздохнул. Третье. Государство должно для себя определить приоритетные направления бизнеса, которые оно готово поддерживать. После выпуска новостей уже тогда, да, дозвонившиеся, прошу подождать. Ну, что ж, возвращаемся в студию. Напоминаю, беседую с Владимиром Яблонским, директором направления социальной проекта Агентства стратегических инициатив о малом и среднем бизнесе. 651099,6. Телефон студии. Год города 495. 5533. Короткий номер. Буква А. Если вы считаете, что русский... Малый и средний бизнес, простите, мертв. 5533. Русская буква Б. Если вы считаете, что жив 100% из всех проголосовавших, а их довольно много считают, что бизнес мертв. Владимир, прежде чем я продолжу свою пламенную проповедь, как Эдуард Лимонов, да, это была проповедь от 24 мая, послушаем еще Елену. Елена, слушай вас. Только можно убрать вот это вот эхо, пожалуйста? Да, да, да. Секундочку. Здравствуйте. Вот буквально несколько минут назад звонил слушатель, который сказал, что он представитель малого бизнеса в области легкой промышленности. И посетовал на то, что ему не хватает рабочей силы, и связывает это с тем, что есть ограничения по мигрантам, и они будут, видимо, увеличиваться. Это совершенно какое-то поразительное явление. Человек строит бизнес в России, но планирует его... Я с вами абсолютно согласен. Да, планирует его таким образом, что не закладывает оплату труда, которая позволила бы локальному работнику, локальному специалисту проживать там, где он живет, работать там же, и обеспечить свою семью на минимально достаточном уровне. Потому что мигранты дешево чем? Они здесь не живут или живут десятеров на одном квадратном метре. Елена, я все это прекрасно знаю. Но дело в том, что если вы слышали, есть такой известный предприниматель Дмитрий Потапенко, мой друг, с которым мы бесконечно бьемся друг с другом. У нас вот эта вот тема преткновения. Он считает, что тем не менее, он таким образом делает свои услуги дешевле, а я ему на протяжении уже многих лет пытаюсь доказать, что мигранты отправляют деньги домой, не возвращая их в экономику России никоим образом. Вот я в этом плане с вами совершенно солидарна, потому что, во-первых, деньги уходят из страны, а во-вторых, их не зарабатывают граждане, которые могли бы купить в дальнейшем эти товары. Согласен. А для легкой промышленности это спектр широкого употребления, это массовый спрос. И таким образом строить бизнес, это просто, ну, я не знаю, этот человек тоже собирается жить в Париже на пенсии? Ну, так у нас обычно жалующиеся и делают. Спасибо большое, Елена. Павел. Алло, здравствуйте. Я, как бы, индивидуальный предприниматель, вот, открыл, как бы, ПЭТ три года назад. Дальше надо, как бы, работать, так сказать, в черную. Вот. И просто по поводу поддержки. То есть, грубо говоря, налоги были, это самое, пенсионные, начиналось с 12 тысяч, 16, сейчас 36. Но какая может быть поддержка? То есть в первые годы, допустим, я бы сказал, что это, ну, довольно приличное увеличение за год по налогу, на поставке на налог. Понял. Спасибо, Павел. Но вы же не закрылись, вы работаете, да, насколько я понимаю? Я работаю, но, знаете, как бы, как сказать, то есть я уже в сомнении, правильно я сделал то, что открыл ИП, потому что, как бы, решил работать в чистую, да, но получается, что получается много преград. Спасибо большое, Павел. Спасибо. Ну что, Владимир, отвечай. Ну, про мигрантов разрешаю не отвечать. Тут и так все ясно. Ну, причем по мигрантам, конечно, правильно, чтобы люди, которые живут, родились в этой стране, они здесь и работали, но тоже, мне кажется, надо другим путем идти, надо устанавливать минимальную стоимость часа рабочего. Ну, либо, как бы, человек, который набирает местных жителей, позволять, допустим... Что значит, местных жителей зарегистрировался мигрант, вот тебе практически местные жители. Не-не, дело не в этом, я бы сделал... Проблема же в чем, что мигранты просто дешевле, да? Значит, у нас каким-то образом мы разрешаем, чтобы в экономике появился трудовой ресурс, квалифицированный, неквалифицированный, который более конкурентно способен, чем наши граждане. Запретить брать мигрантов и сделать следующее, почему люди не берут мигрантов, да, и можно платить в черную. Значит, нужно сделать так, чтобы стало выгодно платить в белую, снизить фонд оплаты, ну, в смысле, не фонд оплаты труда, а налоги на заработную плату. И таким образом, допустим, временно, там, на первые три года, и таким образом сделать так, чтобы... Потому что начинается опять, ни один русский не пойдет работать дворником. Я очень хорошо... Про зарплату дворника. Правильно. Так на самом деле все думают, что, типа, зарплата дворника 10 тысяч, так это абсолютно не так. Выписывают 30, 20 остается в управе. Людям, которые за это отвечают. 10 получают даже меньше. И действительно, они живут там в десятером, я все это прекрасно вижу. Ну, мне кажется, что, действительно, меры здесь, шагов можно предложить довольно много. Вопрос в том, будет ли это реализовано, и кто будет этим системно заниматься. Вот мы начали говорить про пастилу, про колонну. Действительно, в секторе культуры, в секторе образования, здравоохранения, в секторе социальных услуг. А это, в общем-то, востребовано в каждом городе, в каждом селе. Для предприятия есть очень много возможностей. Ну, сложно открыть швейное производство, скажем, конкурировать сегодня, там, или с Ивановой, или с Китаем, да, с большими фабриками. В малом бизнесе в сфере услуг, вот мы говорим о 25 миллионах новых высокопроизводительных рабочих мест. Мы же понимаем, что современные промышленные предприятия, чаще всего, это роботы, это современные технологии, но не будет там 5000 рабочих, просто там нечего делать. Значит, эти рабочие места реально могут, если это новые особенные места, возникнуть в частном бизнесе, как раз в сфере обслуживания. Возможно, в сфере торговли, там, где это связано с работой руками, с работой с людьми. И здесь, я думаю, что надо искать, вы об этом говорили сами, определить приоритетные сектора. И в этих секторах, да, есть большая очередь детские сады. Ну, давайте этот сегмент поддержим максимально, дадим там льготную или бесплатную аренду, дадим субсидии, а субсидии... Ну, вот, например, извините, перебью, мини-отель в Питере, да? Ну, то есть, не те отели на час, которых, мы понимаем, ничего не слушают. Вот, действительно, в Питере есть поток туристов, мы знаем, что там визы... Я думаю, что не только в Питере, а... Ну, потому что... Почему я объясню, объясню, вот тут я объясню, в чем дело, да? Значит, существуют проблемы, которые решаются, да, такие на муниципальном уровне. Например, в Питере, я не знаю, правда, муниципально это было или федеральное решение, можно это сделать трехдневный въезд без визовый для тех, кто заходит в судах, да? До тех пор, пока в Россию не будет, не будут отменены визы. Ну, здесь дело не только в визах. Ну, не только визы. Я просто как Лаверды, вот, посмотрели по Переславлю-Залезскому, прекрасно говоря. Вот, прекрасный, прекрасный пример. Посмотрели, миллион, сейчас там три музея вытюга или пять уже. Отлично. Прямо вот развитие малого бизнеса. А теперь рассказываем. Знаете, что один из... Просто фразу закончу, один из тормозов при том, кто за рубежность, например, туристов. Отсутствие хостелов. То есть дешевых, проверенных, ну, очень дешевых миниателям. Отвечаю. Потому что есть целая категория людей, для которых это важно. Вы угодили прямо вот, как говорят в ваших этих интернетах, в самую тютельку и в самую мякотку. Недавно как раз посетил я с визитом Переславля-Залезский. И что я таки вижу? Значит, в городе нет ни одного свободного места в гостиницах. А гостиница, которая, как выяснилось, стоит с советских времен, видимо, она обслужила вот эти автобусы с туристами. Так и называется, по-моему, Переславля, если мне не изменяет память. Номер в гостинице стоит сколько? Я, когда этот номер видел, мне дурно стоило. Я просто зашел, мне интересно было посмотреть, потому что мы проверяли там для определенного бизнеса. Четыре тысячи. Рядом существует несколько частных гостиниц, в которых вообще нету свободных мест. Причем этих мест нету за три, за четыре месяца. Вопреки всему, да, при том, что в городе действительно есть там музей утюга, музей хитрости, по-моему, если мне не изменяет память. Там разные есть музеи. При этом в городе, по большому счету, делать нечем. Церкви при этом стоят. Либо разрушенные, да, там центральные, которые есть. Либо там какой-то вот, там возродили уже какой-то новодел. Дороги такие, по которым не проедешь вообще. То есть вот Сталинград после бомбежки в большинстве мест. Однополосное шоссе на въезде в город. Это катастрофа. Но при этом, вопреки всему, люди... А так туристов. Да. А теперь представьте себе, мы делаем все для того, чтобы в стране возродился туризм внутренний. Действительно сделаем, отменим визы, сделаем отличное... Да захлебнется город. И только Переслава или Суздаль. В Суздаль тоже приезжаю. Ну, в Суздаль, правда, поприличнее там все. Но с размещением тоже швах. Да? Опять-таки, вот, вы говорите, в Суздаль фестивали проходили. Ну, там, конечно, мило, можно погулять по городу. Только я смотрю на этих туристов японских, думаю, господи, как же вас сюда занесло-то, бедно. Ну, да. Там много как раз японских туристов. Да. Хорошо, если бы сделали там... А вы знаете, кстати, что поток китайских туристов, говоря о мигрантах, на 40% вырос в Россию за прошлый год? Ну, это просто потому что они по туристическим визам въезжают. Не потому что они сюда въезжают в целях туризма. Мы же это прекрасно понимаем, да? Это китайские мигранты, которые приезжают работать в основном на Дальний Восток. Это вовсе не значит, что они действительно туристы. Но поэтому вы хотите помочь малому бизнесу развиваться? Ну, замечательно. Давайте просто тогда решать проблему в комплексе. Тогда государство должно действительно подумать, как по таким дорогам туристы доберутся. Это нечеловеческие. Ну, вообще государство, это же муниципалитет. Ну, государство я имею в виду не в смысле федеральный уровень, а государственные учреждения. Регион. Регион должен подумать. Это при том, что, кстати, в тех же частных гостиницах, отличные гостиницы, карточки кредитные не принимаются, бронь по телефону не принимаются. То есть там какие-то эти старые ночи из бухгалтерии проплатили. А гостиницы действительно отлично есть. То есть бизнес с одной стороны существует, с другой стороны существует вопреки всему. А с третьей, если действительно будет все развиваться в стране, он захлебнется в ту же секунду от невозможности. Ну, почему здесь захлебнется? Если люди будут видеть, что там выгодно построить еще гостиницу, я не сомневаюсь, что она будет построена. Вот мы были только что в Суду, или там несколько больших комплексов фактически, гостиницы. Очень интересно инвестировать, люди строят новый объект. Ну, для этого нужно создать условия, чтобы люди понимали, в Переславле я видел вот только что построенную новую гостиницу. Ну, а в чем создать условия? У вас есть деньги, вы готовы инвестировать или вы готовы взять кредит? Да, одну секундочку. Соберите землю, строите. Одну секундочку. Вы же видите, что, может быть, я не готова. Нет, что значит готова. Если я не готов брать кредит под 30%, потому что я понимаю, что у меня будет очень плохо с окупаемостью. Или если я не торгую наркотиками, или не открываю бордели, да? Ну, кстати, гостиничный бизнес один из самых прибыльных. Один из самых прибыльных, да? Большинство. Мы много знаем предпринимателей, которые готовы вложить деньги, там, сколько гостиницы сейчас стоят. Ну, это все-таки мы про малый бизнес говорим, если говорить про сферу обслуживания. Гостиницы, это уже немножко выходит за пределы малого бизнеса. Ну, пансионы, это фактически малый бизнес. То, что по всей Европе мы знаем, это очень много. Ну, хорошо. Бог с ним переславлен. На Москву посмотрите. Вы знаете, в Москве много пансионов? Много трехзвездочных гостиниц? Практически нет. Нету. Почему? Значит, 10 лет назад, если помните, у правительства Москвы была чудесная такая программа, называлась 110 отелей, по-моему, трехзвездочных. Потом нам вежливо объяснили, что строить трехзвездочные отели примерно столько же, сколько пятизвездочные, а прибыли с пятизвездочных лучше. На мои прямые вопросы, ребята, вы не хотите визы отменить, там, превратить Москву, там, все-таки, в мировой центр, один из мировых центров туризма? Вы сказали, а зачем? Ну, зачем в Москве развивать малый бизнес, конечно. То есть, в Москве... Достаточно гипермаркетов. В Москве достаточно гипермаркетов. В Москве, как бы, люди, там, огромные, если почитать, там, да, на человека, сколько ресторанов в Нью-Йорке или в Москве. Но при этом в Москве практически нет безработицы. А и так всем хорошо. Понимаете, вся ситуация в нашей стране, она описывается старым анекдотом про Ферансиста. Если бы ты зашел не в пику, а в черву, он бы взял не 70, а 9 на мизере. Ничего и так неплохо получилось, и так умер. Поэтому пока все еще идет хорошо. Ну, пока идет хорошо, а передача наша на этом хорошо так плавно подошла к концу, хотя эта тема и печальная, по-прежнему 100%. Ни одного... Я думаю, эти мнения надо всех позвать и в Коломну, и в Суздале, и в Переславль, там есть что посмотреть. Малый бизнес мертв, а мы еще нет, как перефразирую Бориса Борисовича Гребенщикова. Напомню, что Владимир Яблонский был у меня в студии директор направления социальный проект Агентства стратегических инициатив. И я, Игорь Виттель, услышимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok